Петербург по праву считается и культурной столицей России, и мне кажется, что, в общем-то, это один из самых красивых и посещаемых городов мира. Поэтому Петербург обязан быть брендом мирового уровня, и он таким является. Наверное, качествами, которые смогут дополнить бренд Петербурга своими какими-то знаковыми кодами. Например, инновациями, например, вкладом в мировую культуру, например, вкладом в промышленность. Мне кажется, что так, скорее всего. Ну, наверное, поскольку мы говорим про промышленность, культуру, медицину, я бы тогда сказала, что Эрмитаж и Русский музей – это наш культурный бренд. Правильно? Это те организации, которые вносят вклад именно в культуру Санкт-Петербурга и России, и мира. Если говорить про промышленность, наверное, это Ламой и Адмиратетские верфи, потому что это те старые наши предприятия, которые делают уникальные инновационные вещи. И, наверное, в медицине я бы сказала, что медиа – это столица стоматологии, потому что медиа как раз то относительно, скажем так, бренда Эрмитажа, либо Русского музея – новое предприятие. Но, тем не менее, мы по праву гордимся тем, что с 91-го года мы – инновационная компания, которая существует уже в новой экономике Санкт-Петербурга и делает уникальные, новые, интересные вещи и инновационные технологии, которые внедряются в стоматологии. Это как раз то, что есть в медиа, то, что мы основали в своей компании. Первая компания, которая стала работать в стоматологии в четыре руки – это именно медиа. В начале коллеги из профсреды смеялись и с недоверием относились к этому новшеству, но сейчас уже все работают и в четыре, и в шесть рук, потому что технологии становятся более сложными, и врачу обязательно должен помогать один, а то и два ассистента. Это обязательно использование в диагностике рентгенодиагностических аппаратов, в стоматологической диагностике, потому что, опять же, это было не всегда очевидно для стоматологов города. Это, ну, и времени много прошло, на самом деле. Мне кажется, сейчас уже трудно себе представить современную стоматологию без интероральных рентгенодиагностических аппаратов. И, наверное, и самое важное, конечно, это отношение к пациенту. То, чем гордится медиа, то, что является основой медиа – это отношение к пациенту, отношение к человеку, отношение к индивидууму. Мне кажется, что мы даем здесь очень высокий пример для всех медицинских учреждений города, и не только медицинских, и не только нашего города. Потому что отношение к человеку, отношение к пациенту – это самое важное, то, на чем стоит медиа.